Доброе утро, Игнатий Тихонович! Я сейчас не вижу. Алло, Дима, меня не видят. Давайте-ка. А, закрыто. Вот сейчас видно? Вот сейчас видно. Ну, говорите, кто вы такие? Откуда взяли? Здравствуйте. Здравствуйте. Я, знаете, простая баба старосты храма села Рафаилово Исецкого района Тюменской области. Отправили меня сюда по благословению восстанавливать храм. Здесь когда-то был монастырь. И вот я 9 лет здесь этим хруждаюсь. У нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? А я в курсе. Я довольно часто смотрю ваши дискуссии, ваши беседы. И очень люблю Сергия Козлова. Вы не против? Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю. Что? Как вышли-то на нас тут? Ну, интернет! Всемогущий! Всемогущий интернет! У меня несколько вопросов таких, знаете, с которыми я здесь не могу разобраться. Вопрос первый. Я довольно давно в храме, в церкви служу, ну, более 20 лет. Всегда меня мучил этот вопрос. Сейчас он стоит особо глобально. Это вот женщина в храме. У нас два приписных священника, которые меняются на весь Иссетский район. Литургия служится два раза в месяц, а вот все остальное время, на протяжении всего этого времени работаю я сама. Апостольское правило – жена в церкви да молчит. А мне приходится и миссионерствовать, и проповедовать, и учить накладывать крест, и оглашать, и прочие вещи. Вот мне бы хотелось узнать ваше мнение на этот счет. Как же мы вот белые платочки в советские времена, когда один храм был на огромную область, ходили, молились и труждались, и нам приходилось говорить и нести слово Божье, раздавать из-под полы Евангелие, и сейчас мы этим занимаемся. Однако это противоречит апостольскому правилу. Значит, не нужно рушать. То есть, пусть храм стоит закрыт и открывает только два раза? Почему? Вот смотрите. Написано, если в алтарь мирянин, то есть называют мирянином, это просто христианин, и женщина не входит. Ладикийское правило, там 34-33, и вопросов никаких нет. Я был в синоде, я в синоде был. И в это время женщины подошли, они слышали, заходили, а тут не стали заходить. И говорят, у нас помойное ведро там осталось в алтаре, а нам убирать. Ну, я говорю, давайте так договоримся, дайте мне длинную швабру, а я-то тоже такой же. Не имею права ходить-то. Ну, я туда просунулся, а ноги-то у них там. Я говорю, смотри, чтобы я дальше-то не протянулся. Я швабру и ведро потихоньку подтянул и отдал, мы не нарушили. Дальше. Дальше. Народ ходит в храм. Мы идем в службу. У нас батюшка отец Аким, оно одно воскресенье в Потеряевке, а следующее здесь, вот так вот, через две недели появляется. Ну, нельзя, я такое не имею звания-то никакого. Поэтому, как только служба заканчивается, а у нас она без батюшки все выверено, епископ Евтихий там одобрил, мы сразу, я не нарушаю, я ни одного слова не говорю, ни разу не нарушил, мы переходим в трапезную столы, опрокидываем один на один, и я здесь теперь говорю проповедь. И вот, епископ Евтихий тогда, он домодедовский был у патриархи Кирилла, он тогда меня рукополагает в щтецы, а вот когда в щтецы рукоположил, чтобы я мог говорить проповедь внутри храма при священниках и при епископах, вот нам приезжает митрополит, и он теперь служит, а потом говорит, вы скажите проповедь. Официально, специально шиитом, я в Москву приезжаю, отца Кирилла там, сразу они, ну, она-то знает уже, и заводят, мне куда там надо переодеться, переодеваюсь, ну, и стихарь на деле, я перед народом в Москве всегда выступаю в храме и говорю. Вот, где бы я ни был, там, в Тбилиси, ну, в других, дома я стараюсь лишний раз уже не говорить, молодым отдал, а когда в путешествии, где-то там, в Португалии, в другие места, где бываем, вот там я говорю, но ни разу нигде не посягнул, чтобы говорить, когда я не был рукоположен еще. Ну, я, видимо, не сказала вам, что у меня есть благословение духовника, епархия, но это... Может быть, у вас стали женщины, женщины, жены ваши в церквах домолчат, желая спросить даже, и то только дома, у мужей своих, тут надо четко поставить, святые отцы сидели, они не просто сидели, они дали истинные правила, а это нетрудно вам сделать, другое помещение, где-то что угодно делать, в церкви ни слова. Я вам сейчас объясню. Значит, у нас храм, здесь был когда-то монастырь, этот монастырь в советские времена, как и многие другие, подвергся полному разрушению, но там своя история, я не буду занимать ваше время. И вот единственное здание, которое осталось от монастыря, это монастырская трапезная, где, собственно говоря, принимали паломников, серопитательная трапезная, и была школа, и в этой школе преподавал преподобный Андрей Рафаиловский, это наш местно с чтимой святой. И вот на базе этого полуразрушенного здания удалось с Божьей помощью восстановить храм, и история монастыря, как и житие преподобного Андрея, не было известно, всего четыре строчки было преподобным Андрея. Вот на протяжении всех этих лет я занималась поисками, работала в архивах, собрала историю Рафаилова монастыря, собрала житие преподобного Андрея, и для того, чтобы рассказывать о святынях храма, о его житии, я нахожусь внутри храма. Я получила на это благословение духовника епархии и владыка в курсе, то есть к нам едут паломники, паломников мы принимаем более 7 тысяч человек со всей России, и со всего бывшего Советского Союза, как узнают люди, это, видимо, только Господу Богу известно. Но тем не менее, вот так называемые экскурсии, если мирским языком говорить, то на самом деле я просто рассказываю о житии преподобного Андрея, об истории Рафаилова монастыря, о той иконописной школе, которая была, и, конечно, показываю восстановленные иконы, те, которые удалось чудом Божьим собрать, от людей восстановить. Они находятся в храме, и об истории каждой иконы я рассказываю. Сделать это вне храма, в трапезной, допустим, это, ну, как-то не камильфо, как вам кажется. Я вам ещё хотела сказать, что от духовника епархии у меня есть и благословение входить в алтарь, хотя я этого не делаю, я не рискую, у меня духа не хватает. Но заходить в алтарь, убирать алтарь, поскольку приход маленький, у нас всего две бабули, которые всем этим занимаются, нам приходится всё это делать, и мне приходится всё это делать. Но я ещё раз говорю, это входит, причём я этот вопрос много раз задавала своему духовнику, я много раз говорила с другими батюшками, которые к нам часто приезжают, и все говорят, ну, а что делать? Других вариантов нет. Нет, неправда. Вот давайте послушайте, вот я открываю сейчас Ладийский собор, правило 44-е. Не подавает женщине в алтарь входить. Да, больше не надо толковать. Мы приехали в город Фрунзе, а там... Я не вхожу, не вхожу. Я сейчас, не-не-не, я просто поясню сейчас, выслушайте, как это есть. Это другие правила-то и в другом говорится. А это женщине не ходить в алтарь, это собор. А то, чтобы в храме молчать, женщине не говорить, это сама Библия говорит. Это уже все выше соборов, и сам Господь уже говорит. И вот я гляжу, женщина там в черном платье, туда-сюда, обратно. Я вас спрашиваю, отец Владимир Цветков, а их там было еще и гумен, отец Леонид Грошев, он так кажется в Диевеева служит. Я говорю, а почему она заходит? Да вот ее там благословил архиерей, благословил там это, кто, благочинный, а ее, кажется, звать Пульхерия. Я говорю, никак. Кто может, что это за благословение-то? А в женских монастырях? Я сейчас поясню. Никак. А она такая смиренная, она хорошая, бабки ей раскланиваются, ну любят это дело. И она зашла во время богослужения-то. А он ее остановил и говорит, знаешь, сестра, больше заходить не надо. А почему? А 44-е правило Лаикийского собора запрещают. Но меня Владыка благословил. Так, внимательно слушай. Собор, Владикийский, 44-е правило. Там не Владыка сидит, а 300-400 епископов. Сейчас канонизировано. Нельзя заходить. Как она вспылила, как она пошла в разнос мгновенно сразу. Вот вся ее кротость и смирение. Смиренно там, где мужчина подкаблучник. Женщине подчиняется в семье мир и любовь. Но если мужчина, настоящий мужчина, где-то там мир редко где бывает. Она все время будет пытаться взять власть. И здесь. Вот один раз услышали, все, больше никак. Ах, да. Но разрешили. Правило запрещают. Иначе одно правило по одной причине мы нарушили, другое другое. Я занимался правилами. Слушайте, 719 правил сегодня действующих. Из них 413, 57 процентов, нарушаются ежедневно. Почти во всех храмах. Да, знаю, сталкиваюсь. А мы у себя вели, вот у нас запустили. У нас не нарушается ни одного правила. Мы сразу все убрали. Торговли в храме нету. Свечка догорает, погасла и все. Чисто восковые, даже в этом. Это можно сделать. Оказывается, нельзя. Красные, желтые, там свечи, синие продают. Это все мерзость перед Богом. Считайте Серафима Саровского. Как у Антония говорит, пчела собирает воск со цветка на цветок, так и здесь. Нечистое принадлежит нечистому. Чистое чистому. Левитам, 10 глава, 10 стих. Отличайте чисто от нечистого. Вы пришли ко мне, я вам ответил. А вы будете делать? Я уже не отвечаю. Но это однозначно. Вы должны сказать, а что-то за этим будет. А что за этим будет? Мы не знаем, что будет, но будет по закону. Знаете, говорят, есть ложь во спасение. Это кто придумал? Ложь во спасение, когда написано всякая ложь от дьявола. Евангелие от Яна, 8-44. 21-17 читаем откровение. Говорят, участь лжецов в озере Огненном. А сегодня ложь во спасение. Поэтому я солгал. Никогда ни одного слова нигде не сказать ложного. Вот заговорили здесь. Я вам показываю. Я мужчина. Но я в храме не произнес ни слова. Ни слова. Я говорил проповедь. У меня 3000 проповедей. По полчаса. И ни разу нигде, пока епископ не рукоположил меня. И сказал, все, теперь говори проповеди. Я не пошел на это. Тем более, Бог обильно благословил. Обильно просто. Вы сами видите. Владимир Тихонович, конкретно что мне делать в этой ситуации? Я не знаю, что делать. Первое правило. Поставьте, впереди яма перед вами. Вы падаете в яму. Что делать? Разница одна. Одна. Мне написать прошение и сказать, что я больше рта не открою? Или как? Вот конкретно. Это же жизнь. Это же жизнь. Прошение писать не надо. Вы сначала обдумайте. Найдите там удовольствия человека. Поэтому вам и звоню. Вот я и говорю. Первый пункт. Не нарушать. А остальное уже поискать. Или в другом месте это делать. Или в другой. Ну, как-то сделать. Но в храме ни слова. Вот это правило. Возьмите и вы легко найдете. Только не подумайте, что я как-то к вам не расположен или что-то. Да ну что вы. Спасибо, Господи. Вы меня укрепили в моем понимании. Не нарушать. Не нарушать. Нарушитель, кто бы он ни был. Епископ, митрополит, патриарх. Для закона нет. Любой. Апостол Павел говорит. Если будет говорить человек не то, что мы говорили. Если ангел с неба. Или все апостолы соберутся. Анафема ему. Галатам 1 глава 8-9 стихи. И говорит, как говорил. Раньше еще раз говорю. Кто будет говорить не то, что я говорил. Анафема. И все. Так а тут собор. Ни собор никто не может по-другому сказать. Анафема. Это антихрист пришел. Он вам знак поставил. Вы даже не заметили. Вот как. И поэтому пойти на это. Я в веру должен потерять. Никак. И нигде. У нас торговли идет. У нас торговли. Ни закрещение. Нигде копейки нет. Почему? Десятина. Все. Подобрала. Десятина. У нас там все хватает денег. Нигде с тарелкой у нас не ходят. У нас с тарелкой тоже не ходят. Но десятину никто не дает. А вот не дает. Почему? Потому что общины нету. Никто и не дает. Правильно. А общину должен собрать священник. А священника нет. Вот парадокс. Не надо священника. Без священника это не надо. Я с ними начинаю только беседовать. На площади стою. На площади. И люди сразу подходят. И говорят. Не мне. Вы своему отдайте. А Даня говорит. У меня есть нет священника. Отдай где исповедуешься. Я один раз только сказал о десятине. И люди сразу карманы открыли. Почему? Бог повелел. А торговля запрещена. Он порол и выгонял торгашей. Дом мой. Домом молитвы наречется. А вы вертепом разбойником сделали. Сидите там. Мамону считаете. Вильзеуловича. Поставьте себя строго так. Господи. Я раб твой. Говори. Я слушаю. Я выполню. Что ты скажешь. И приложу все силы. А то не так. Ты не успели договорить. Тебе уже. А что я должна. Никуда не уходи. У тебя талант этот есть. Тебя Бог благословил. Сколько лет ты трудилась. И здесь. Скажи. Господи. Прости. Я не знала. Но с сегодняшнего дня. Переделаем. Матери на дому собираться. Где-то сказать. Но в храме ни слова. И все. И вы увидите. Завтра у вас будет по-другому. И люди к вам подойдут. И вы скажете. Я не знала. Не знала. Он ей говорит. Да. Она там. Симон Ахиня. Отец Владимир. Но ты женщина или нет. Или что. Тебя осмотреть надо где-то. Вот когда священник крестит ребенка. Мальчика. Его заносят в алтаре. Вокруг престола. Если девочка. Ее только снаружи приносят. Ей икону благословили. И отдали родителям. Что доказывать. Восьмидневный ребенок. А ты 80 лет. Как ты. Что это говорит. У тебя женская природа осталась. Бог не разрешает. И мы не должны посягать. Апостол Павел говорит. И что делать. Он дальше отвечает. Никак. В английский. God forbid. То есть Бог запрещает. Вот какой перевод дают. Бог запрещает. Вопрос снятый. А если нечистый пристанет. Кто-то там прикоснется к святыне. Да будет предан смерти. Восьмидневном возрасте ребенка обрезали. Двенадцатая глава бытия. Если не обрезан смерти. Ой-ой-ой. И что? Ничего. Его сразу нашли. Сказал в субботу не работать. И один человек пошел собирать сучки там. Ну жена знает сейчас соберет. У нас тут горящую пищу. Это первый раз. В субботу только что Бог сказал. Двадцатая глава исход. И Бог повелел арестовать. Я представляю этот человек сидит под арестом. Ночь холодно. Чего они там взяли меня? Они дрова мои там растащили. Он не знает чем закончится. И Моисей не знает. И тогда Бог говорит ему. Он попросил. Что делать? Он говорит предать смерти. Он не воровал. Не бил ничего. Но он нарушил субботу святую. И был убит. А если он не понимает. Убивается вместе с ним жена, дети, шатер, скотина. Все убивается. И все закончилось. Понимаете? Это не просто так. Вот я с сектантом беседую, с баптистом, и говорю, скажите, вы Божьей Матери как считаете? У ней дети были? Ну, конечно, там написано, ее дети. Понятно. Вы хоть раз говорили, Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас. До чего мы будем молиться? Один Бог. Я говорю, давайте, договоримся. Ветхий Завет является тенью будущих благ. И все это написано. Я говорю, 1 Коринфян, 10 глава, 6, 11 стих. Это были образы для нас. И когда Ковщик был взятый в плен при первосвященнике Илии, а потом они его отправили, потому что там все начало разрушаться. Идол догон упал, руки, ноги отлетели у него, они туда, затащили, в свое капище. Люди увидели, они жали на полях пшеницу. И кто-то сказал им, это Ковщик. Туда, где Ковщик, один раз только в году, первосвященник заходит, не без жертвы. Ну и что? Ну давайте посмотрим. Никто не плевал. Я говорю, как баптисты плюют на иконы, там рубят, жгут. Ничего не делали. Они только заглянули и вернули. Ну там ничего нет, там какие-то каменные лежат плиты. А это скрижали. И Бог убил в этот же день 50 тысяч и 70 человек. Понимаете, 50 тысяч трупов даже в Сталинградскую битву в один день столько не убивали. Я спрашиваю баптистов, скажите, за что? Молчок. Понимаете или нет? Я говорю, скажите, вот в Ветхозавете было скрижали Моисеева. Ну 20 глава исход говорит. Они о чем говорили? В Новом Завете как? Они ничего Писания не знают. Я говорю, там написано Слово Божие. А в Новом Завете, Евангелие от Иоанна 1.1, Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога. Скрижали это Христос. А где Он был? Вообще на Девы Марии Матери Божией. И вот вы насмехались над Божьей Матерью. Вы говорили? Говорили, там девка, чем она отличается? Вот, вы повинны смерти. Они ничего не делали. Они просто заглянули, решили в тайну посмотреть, девственная цена или нет. Вот как понимать надо. И Бог убил 50 тысяч. Для Бога это мошкара. Он весь мир потопит. Ему не скажет. Он хозяин. Ты, вы поняли? Не нарушать. Если даже не знает, чуть-чуть где-то прикоснулся человек, повинен смерти. Мы должны строго держаться. И Иисус на Вин 1.8 говорит. Вникай. Да не отходит книга себе от уст твоих день и ночь, дабы в точности исполнить. В точности. Да буквы. Не то, что буква убивает. Буква убивает. Евангелие убивает. А Евангелие нес. Ангел вечно убивает. Не по Евангелию, значит, это не Христово. Ему это не надо. Послушание, говорит, дороже всех жертв. Дороже, а не послушание, такой же грех, как идолопоклонство, как волшебство. Вот это нам уже не понравится. А это в Библии написано. Поэтому нигде-никогда. Спасибо, Господи. Можно еще вопрос? У нас в храме женщины запрещено говорить. В ограду церковную выходим. А из ограды выходим за ограду. И там только начинаем тогда уже собрание проводить. За оградой даже. Это очень серьезно. Хорошо, что вы зашли ко мне в гости. Спасибо, Господи. Следующий вопрос можно? Давайте. У меня время есть. Не говорите, что некогда. У меня есть время. Я с вами побуду. Спасибо, Господи. Ну вот, правда, там у вас уже несколько другие трактовки были. Но по поводу монашества. Вот у нас здесь был монастырь. Я уже сказала, есть местно чтимый святой преподобный Андрей Рафаиловский. Человек, который действительно много сделал. И он духовное чадо Паисия Величковского. Знаменитого старца, который восстановил после Петровских реформ, после вот этого убийства монашества Петром, монашества как таковое на Руси. Мы, конечно, особо молимся преподобному Андрею, особо молимся Паисию Величковскому. Но вот ваш подход к монашеству, он меня несколько смущает. И не несколько смущает, а довольно основательно. Вы сейчас только приводили пример Серафима Саровского, который был монахом. В чем-то или несоответствие, или, может быть, вы оговорились, вы человек такой горячий. Хотелось бы... Вопрос мне понятен. Кто бы что ни говорил, никто не может отменить слова Иисуса Христа. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот когда уезжают родители, дети остаются, они уже на подножке вагона. Еще раз, ты не забудь корову накормить. Ты молодой, не забудь там курицам дать. Это самое последнее, чтобы не погибла живность. Господь, уходя из земли, предупредил монашество от Бога. А как сказал? Он сказал, сидите и ждите, доколе не придет обетование. Обетование Дух Святой. И вы облещетесь силой и пойдете. Силы нет, а вы не нужны тогда. И они 10 дней сидели. После Вознесения, 10 дней, Пятидесятница. Сошел Дух Святой, исполнились силой. И все до одного пошли. Божья Матерь пошла. Монашество это прекрасно. Но только не сидеть, а идти. Я вот с чем не согласен. Они должны идти к океану Златонову. Говорят, снабдите. К Кельтом пошли. Снабдите монахов. То есть монашество. Мона это один. Мона один. И великая разница есть, женатые, неженатые. Женатые заботятся, как угодить жене. А нужно добавить. И никогда ей не угодишь. А неженатые, как Богу. И замужняя разница есть. Заботятся, как угодить мужу. И добавим. И никогда ему не угодишь. Она заботится, как угодить единому Богу. И поэтому если... Вот говорить, как самое лучшее, как Елисавета, вот Марфа-Мариинская обитель. Они обед никакой не давали, сёстры, а идёт ей по форме, они ухаживают за ранеными. Одна приходит и говорит, матушка Елисавета, я вот тут ухаживала, ему ногу оторвало, Семён. Он говорит, далёко отсюда, говорит, из Сибири. Ну, как он мне понравился. Матушка, благослови меня поехать с ним. А у них обеда никакого нет. Она говорит, Бог тебе в помощь, Варвара, поезжай, поезжай, заботься о нём, рожай детей, воспитывай. В России много побило людей. Вот как. Я к тому, что не нарушать обед. Обед дали. А теперь, вот у нас, у нас прям здесь был в доме, еромонах. Еромонах, да учёный, он столько знает, там китайский язык изучает, университет кончил. Подвернулась бабёнка, скинул весь сан и теперь живёт. Сколько бы он ни жил, это всё будет беззаконие, блуд. Почему? Монах не должен жениться. Это правило. А таких, знаете, сколько? Вот этот баранов ездит там, Михаил. Он самый главный враг сегодня сделался. С кем? С невзором. Это враги, самые лютые враги в России. Почему? Монах был. На Сибирской он был. И нарушил, женился и дальше. Монах был Мартин Лютер. Женился, обольстил монашку и шесть детей нажил. А за ним идут все протестанты, все баптисты. За кем идёте-то? За тем, который изменник Богу. Он дал слова. Ко мне приходят иногда, приезжают в монастыре, которые были, а теперь там свернули. Ну, как быть? Я говорю, никак. Зачем ты залез туда? Ты бы трудился один, и ничего, не до тех сколько было. Почитай, там не Кипеловых, таких много. Ты дал обед, теперь всё, вопрос снятый. Вопрос снятый, ты дал обед Богу. Не сиди на одном месте. Иди свидетельствуй, проповедуй. Вот там на Украине есть такой, даже они фильм поставили. Это, видимо, с Молдавии, с Румынии граничит. Форпост называется. Форпост. Да, я смотрела. И у них, когда там началось это, вот, у них там этот, Лонгин, лепископ, и они перестали патриарха поминать-то. Ну, и там, не урядец. И они на меня вышли, дескать, вот так же, как вы. Что делать? Я говорю, не сидите. Вас сколько человек? Там, 380 монахов. Посылайте. На румынском языке сколько говорят? 95. Идите в Румынию. Люди Бога не знают. Сколько на Украине? А вот 150. Идите и свидетельствуйте им. Оставьте больные, которые там самые немощные. Это пускай они за детишками ухаживают. Вы понимаете, вас Бог будет судить по слову. Евангелие от Яна 12,48 говорится. Я не сужу вас, говорит Господь. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Оно. А раз оно, слово, в него надо вникать. А в него, значит, так. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Я ничего не отнимаю от монашества. Но где были монастыри, книга такая вышла сейчас Сидорова, там пустыня. Ничего нету. Андрей Кураев, знаете такого. Я, говорит, проехал по местам Вселенских соборов. Я даже свечу не мог затеплить. Везде одни разваленные, злобные взгляды. А почему? А никому не проповедовали. Аль-Мухаммад, это Магомед, умер в 632 году. Это 6 столетий. 6 столетий. Ни одного, говорит, не нашли Кирилла и Мефодия, чтобы послать туда и проповедовать. Встретились уже под Константинополем, когда пришли завоевывать. И там мусульманство 2 миллиарда. 2 миллиарда было бы православных. Что вы сделали? Вы не сеяли. Пришел меч Господень на вас. Я что говорю-то? Добавил хоть одно слово какое-то? Идите и проповедуйте. А вот монахи... А хорошо, Аян Креститель, что, он сидел? Он проповедовал весь... Вся иудея к нему приходила. А апостол Павел... Чем мы не монах-то? Хорошо, остаться одному, как я, он говорит, как я. Прошел всю вселенную. Вот такие даже ведь монахи. Повторяю, я за монашество, но не выдуманное, которое люди придумали, а которое Христос показал. Вот как. Все понятно. Еще один вопрос. Знаю, что вы тоже очень много внимания уделяете и разным ересям, как баптисты. Ну, вот у меня-то здесь конкретная ситуация. Значит, у нас в районном центре Высецком дом молитвы. Ну, яговисты в седьмой день все заполонили, поэтому довольно сложно. Я, правда, с ними жестко поступила еще шесть лет назад. Они в Рафаилово нос не кажут, слава тебе, Господи. Но у нас другая проблема в селе. У нас две такие злостные колдунни, которыми едут отовсюду. У них, значит, и свои сайты. И сколько бы я не просила своих священников, значит, каким-то образом поговорить с ними, каким-то образом, значит, повлиять на все на это, но откровенно вам скажу, они боятся идти в это логово. А мне приходится, опять же говорю, что приходится мне немощной женщине, которой Господь не благословляет открывать рта, останавливать людей. Они едут мимо храма как раз нашего к этим колдовкам, останавливать и говорить им, что это такое, что за этим последует, что надо вернуться за помощью к Богу, к Тарице Небесной, к святым угодникам Божьим. Опять же это приходится делать мне. Опять парадоксальная ситуация. В этой ситуации я должна молчать, пусть они пропадают, пусть они едут к этим бабкам. Раз и священники этим не занимаются, значит, и я этим не буду заниматься. Я же женщина должна уста свои закрыть и молчать. А как же свидетельствовать Слово Божье? Вот дилемма. Никакого вопроса даже нету. Почему вы даже и говорите в стенах храма? Я не пойму никак, что вы к кем привязаны-то? Я вот не говорил, сколько лет-то. И уже нету. И говорил, по всему миру ездил, свидетельствовал, а в храме ни слова не говорил, я не был еще щтецом-то. Идите и говорите. Вот я веду занятия в университете. Я одновременно в пяти университетах вел занятия. И в это время приходят две женщины, одетые в темное, и подошли ко мне и говорят, мы такие-то колдуни. Мы пришли разрушить ваши занятия. Прямо подошли и сказали. Ну, мы начинаем. Царю небесный пропели. Я сразу сказал. У нас вот здесь пришли люди, которые пришли разрушить наши занятия. Я там 18 лет только в одном университете вел занятия. Мы все встали в университете и стали молиться. Их как ветром выдуло. И больше никогда, нигде их никто не видел. Ответ очень простой. У вас должен быть, ну, один-два человека. Вот у нас книги у меня выставлены на сайте. И открытым оком у меня там 33 тома. И в третьем томе написано, как образовать общины. Заниматься на дому. Храм совсем даже ни при чем. И когда у вас будет крепкий коллектив, вы все будете приносить перед Богом в молитве. И Бог будет это делать. Вот сегодня на меня вышел один из миссионерского отдела, называется. Дескать, вот я слышал, там целая секта пришла в Америке из вас и вашей проповеди. Ну, я стал ему говорить. Я-то при чем здесь? Это Бог делает. Миссия – это Божья. Да, мне звонят. Звонит – большая беда. Они там одолевают сектанты. Ну, где? Хабаровский. А другие – Краснодар. Это через всю страну. Разные, да. Я на молитве молюсь. И там это Бог делает. Повторяю, я никто и ничто. Я перед Богом открываю свои желания. И непрерывно теперь говорю, Господи, там большая беда. Вот это вот. И Бог так делает, что я бы сам никогда не придумал. Внезапно там у них между собой раздор. Они начинают сильно беспокоиться. Наш знакомый там, который есть человек, начинает им говорить. А они – а вы от Лапкина, наверное. Там и другие знают, откуда-то. И все. И еще нету. И сейчас не беспокоит. Нет, нисколько. Вот у вас будет группа. Вы согласитесь. А какая? Два-три человека хотя бы. В третьем томе. Два-три есть. В третьем томе открытым оком. Себя запишите. Там есть. Там договор у тебя есть такой. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Третий том открытым оком. Третий том. Ну, когда скачаете там пейджмейкеры, ну, можно найти. Тем более эти тома сейчас у меня выставляются. Я сегодня, кажется, выставил третий том. Как раз по одному сейчас выставляется. Прямо на нашем Ютубе. Вы увидите. Там картинки никакой нет. А просто открыта, как книга. И она сама перелистывается. Можно тормознуть. Еще мало того. Музыка такая органная. Страдание Христа по Евангелию от Матфея. Себастьяна Баха. Когда у вас будет эта община. Как вести занятия. Читать. Какие вопросы. Кто. Вы знаете уже Евангелие. Ну, еще кто-то там. Приглашать людей надо. Тем более, если нет священника, дела пойдут лучше. Главное препятствие это священники. Везде. Согласна. Не приглашаешь. Они первые. Да ну зачем? Да не надо. То есть они поступают, как враги Креста Христова. На это смотреть не надо. Вам Бог положил ревность. Сохраните это до конца. Не в храме, повторяю. Откройте свой дом. Ну, я говорю по опыту. Он у меня. Вы знаете, Игнатий Тихонович, он у меня открыт. И я практически одна не живу. Постоянно ездят люди. Мы обсуждаем. Разговариваем. Знаете, о чем говорить будет. А тогда и с этими людьми не один. А по одному никогда туда не ходить. Минимум двое. Где двое и трое во имя мое, там и я с вами прибываю. Вы должны знать просто. Господь посылал учеников по два. Везде и 70 по два. И Кирилл и Мефодий вдвоем приходят. И 12 по два. Это Бог так сделал. А один говорит, другой молится. Непрерывно должна быть поддержка. У меня в связи с этим такая просьба, не знаю, насколько она корректная. Но вы понимаете, сельский приход, мы совсем не богаты. А мне бы очень хотелось иметь ваши книги. И я знаю, что вы при миссионерских беседах раздаете Новый Завет. Может быть, есть какая-то возможность отправить или вот сколько это стоит, чтобы, может быть, каких-то благотворителей я поискала. Ну, я вам напишу, если на книге у вас нет, даже вместе собрать деньги, то ничего у вас не получится. У меня-то ниоткуда не идет. Я все собираю по крохам. Я понимаю, сколько это стоит. Вчера отправили Новый Завет и трехтомники в два места. Только вчера на почту пошли отправили. Нынче там в Испанию, в Италию, в Германию, в Францию, куда требуется. Посылали дники, кончаются уже. Тысяча экземпляров, кого там спрашивать. Но книги эти, они не имеют аналога в мировой литературе. Вот к истинному православию я над этим 40 лет материал собирал по крупицам. Кто какой святой сказал об этом, какие соборы были, какие изменения. Там вопрос о крещении, о покаянии. Там обо всем. Это одна книга, к истинному православию называется. К истинному православию. Цена вопроса наших книг. Цена его 500 рублей, трехтомник 3 тысячи и пересылка. Какие деньги-то? Тысячи 500 и там 700, может, и 600 за пересылку. Вот и считайте, сколько будет там. Четыре тысячи. Ага, четыре двести. Четыре двести. Ну, четыре там, допустим, даже с половиной. Это же не деньги. На пять человек-то. У меня минимальная пенсия. У меня ничего нету. Поэтому мы ужимаемся до конца. Ну, я даже пенсию не получаю. И, да. У меня пенсия была, сейчас прибавили, 7 тысяч стало. У меня минимальная. А 35 лет стажа трудового. Мне не давали на моей работе прорабом работать. Я строитель. А только во вневедорственной охране, при милиции, чтобы все время за мной наблюдать. Я не виноват в том, что меня так сделали. Ну, я печник. Я свободное три дня. По городу везде езжу. Кому печень сделать, я зарабатывал. У меня были деньги. Я минуты не сидел. Две-три работы все время тянул за собой. Переплетчик, реставратор. В государственных предприятиях беру. Там переплетаю. Кому-то что-то сделать. Ну, Господь дал у меня работу. Это благо. Работать в поте лица. Это заповедь Божья еще в раю. Так что я кончу. Ну, слава Богу, мы тоже трудимся. В конце. Вот сейчас поговорим. Вы не уходите. Я вам скину, как это делать. Реквизит. Да, да, да. И еще Новый Завет сколько стоит? Три тысячи. Три тома. Три тома. Полное толкование Нового Завета с откровением. Там 240 иллюстраций только цветных. Сегодня издать это никак нельзя. Речь идет о миллионах. Вообще невозможно подойти. Потому что бумажные комбинаты уничтожили. Лес гонят в Китай. А теперь оттен назначают любую цену. Но у нас все сшитые книги. Там осветная бумага. Фотографии намилованные. Мои книги видели в библиотеке у Путина, у Патриарха. Из тысячи экземпляров я подарил только по библиотекам 600. То есть меньше половины остается как-то что-то восполнить. Так что я вам все скину. Да, пожалуйста. Скиньте реквизиты. Заплатите. Квиток там сфотографируйте, что вы мне прислали и виду. Я вам дальше пошлю. Это минус 4 книги. По карточке нельзя вам это скинуть? Можно. Но то обязательно вы даже там квиток какой-то, чтобы вам дали, выдали. Чтобы вы его сфотографировали. Нет, я через Сбербанк онлайн на карточку могу скинуть. Вам придет, что это я оплатила. Нет, там еще я не могу узнать, от кого пришло. Вы ее как-то сделайте. Ну, попросите кого-то, чтобы у вас квиток был. Квиток. И вы этот квиток снимете, там у меня написано, и вышлите. Так все делают. А там-то я не могу уже понять, кто послал, чего. Там пометок нет никаких. Мне нужно знать, что именно вы послали. И вы мне сразу дадите адрес свой и все данные. А когда получите книги, 2-3 фотографии сделайте с книгами в руках. И мне перешлете. Хорошо договорились. Да, там все сказано. Все. Спасибо вам большое. Полное толкование, откровение, апокалипсисы. Полное. Самое полное. По всем святым отцам. Вы знаете, еще один вопрос. Значит, это по веткому завету. Книга пророка Исаия. 19-я глава. Я правильно понимаю, нет, что это глава России? А Россия, я не знаю. Где вы? Прочитайте, что там написано. Вот Господь вас сидит на облаке легком и придет в Египет и потрясутся от лица его идолы египтян, и сердца их расслабнут в них. И восстанут египтяне на египтян, и вооружится человек на брата своего, и всякий на ближнего своего, восстанет город на город, область на область. И дух египтян сметется в них, и разрушу совет их, и буду спрашивать богов своих и идолов своих, и вызывателей мертвых и чревовещателей. И придам Египет в руки людей жестоких владык, и жестокие цари будут владеть ими. Так говорит Господь Саваук. И будут египтяне, ведь и вот русскую река скудеет и высохнет, и иссякнут протоки и каналы речные, и высохнет всякое вместилище вод во всяком озере, поросшим тростником и камышом. И вся зеленая трава вокруг реки, и все посеянное при реке, посохнет от знойного ветра. И застонут рыбаки, и застонут все, бросающие углу в реку, и закидывающие невод, и сети, оставляющие, возрыдают. И будут стыдить чешущие лёны, обрабатывающие весон, и будут в скорби, делающие это. И все, приготовляющиеся керу, опечалятся и заскорбят душою. Самое главное, тринадцатое. Оскудеют князья Таницкие, возвысились князья Мимфиские, и введут они в заблуждение каждое племя в Египте. Ибо Господь послал на них дух обольщения, и они ввели Египет в заблуждение всеми делами своими, как блуждает, изрыгающий пьяный. И не будет египтян дела, которое имело бы голову и хвост, начало и конец. То есть начало, в моём понимании, это начало XX века, конец XIX, начало XX, XX век как таковой. А дальше ассоциация России с Египтом. То есть вот приходят пастыри, которые ведут-то не ко спасению, а вот всё заканчивается просто болтологией. Иоанн Заталус толкует как раз книгу Проха Исаии. Нигде о России не сказано. Там написано Египет. Это уже толкование дано. Египет уже растолкованная. От Египта никуда. Дальше Мемфис. У нас Мемфиса нету. Там город специально такой, как Новосибирск. И поэтому относить к России мы можем, хотя слово «Россия» не упоминается. Это 17-18 глава Откровения. Вот тут про Москву уже всё сходится. Вот 17-18 глава Откровения. Никакого другого города здесь сегодня поставить нельзя. Это Вавилон, это Рим Третий, Четвёртому не быть. Епифанис Лавенецкий об этом говорит. Речь идёт о Москве. А здесь, ну, вы можете духовно понимать, духовно, что у нас, скажи, такое же, как в Египте. Но это не о России. Ну, очень похоже. Нам тоже надо заботиться. Но толковать самим я нигде ни одного слова не толкую вообще. Потому что оно истолковано. Толкователь Ветского Завета Феодорит Кирский. Как раз его ролики я сейчас ставлю. Прямо сегодня только поставил. Да? Да. Спасибо. Там как раз, вот посмотрите вы, и там слушайте. Начитанное голосом. Даже считать не надо. У нас очень богато. У нас роликов, у меня, 9200. Вообразите. Сколько. Там и Библия начитанная. Там и... Ну, всего только нет. И Златоуст 12 томов полностью ввести. Жития Святых 12 томов. Отдельно Иоанн Кронштадтский. Серапим Саровский. Отдельно там и Прям Сирин. И как раз в данный момент, вот сегодня только я выставляю это все. Вот видите, как промыслом Божиим. Да, промыслом Божиим. Просто и предыдущее. Посмотрите, начало выставлять. А до этого я выставлял Златоуста, полностью Библию, Архипелаг, ГУЛАГ. То есть, то, что у меня начитано было в 70-е годы. Я 37 лет молился. Господи, дай мне помощников, которые бы аудио, видео перевели. Никого нет. И вдруг сразу 4 человека. Бог услышал молитву. С 37 лет я молился. И сразу два Сергея, два Андрея пришли. Один в Америке. И они мне в течение двух месяцев весь склад растащили. Они на сайте были мои слова. Беседа моей с Александром Менем там. Вот сегодня Александр Менек вчера только поставил. Там мы сидим и беседуем. Такие. Их за миллиард нельзя купить. Почему? А его нет у этого человека. Его голос вы услышите. Как он возражает, смеется. Мы сидим в комнате. Я ему задаю вопрос, а он отвечает. Это очень-очень ценно сегодня. Ну вот вы услышали. Ну и скажи. Да, так толковать я больше не буду. Но очень похоже на нас. Похоже. Вот Ева съела запретный там плод. Дала мужу. Еще особенного. А Павел говорит, когда говорит о том, что мужчина должен быть главой семьи. И говорит, почему Ева должна молчать. Потому что не Адам прельстился, а Ева прельстившись, спала преступление. А может быть жена полковник, а муж рядовой. Разве нет, она должна ему честь отдавать первое. Установление Божие. А если по-другому, пирамида перепрокинулась. Она упадет, все равно развалится. Муж – это глава, это кремень, гора, за которой она за мужем. За мужем, за мужем, за. Они впереди, не рядом. Само название говорит – за мужем. Я, к сожалению, вдова, поэтому, но… Ну, вдова – это у вас защита от Бога. Вдов – сирот. Бог – вдов и сирот. У вас особый заступник, за Таус говорит. К вам особое притяжение, милости Божией. Вот сейчас мы родовали где-то, в первую очередь вас накормить надо, а не меня. Это правда, именно это и помогло, вот, заступление Божие, восстановить храм, сделать храм. И поэтому храм должен быть неукоризненным. Смотрите, не разрушайте Божие. Спасибо, Господь. Многие благая лето. Держитесь, вы нам нужны. Так, повторите, как вас звать? Меня зовут Елена Геннадьевна Швецова. Елена. Вы напишите сейчас адрес свой. Ну, сколько вам лет? Мне 51 год. Вот 50, а мне 78, я постарше маленького. Вы мне в дочери годитесь, поэтому, ну, Господь так сделал, чтобы передать вам этот опыт. Я еще раз прошу вас, никогда, просто у людей, которые будут говорить, скажи, я виновата, простите меня, я подавала соблазн вам, что в храме говорила. Я поняла и неправильно, и благословения в этом нет. И когда вы будете держаться в этих канонах, и вы увидите, у вас все по-другому пойдет. Вам интересно будет, радость такая. Господи, прости меня и благослови. Я не знала, виновата. Ну, сделай так, чтобы вот эти колдуны там не орудовали. Это есть сектанты, которые, чтобы можно было побеседовать, но одна не ходи. Не одна. Два-три человека, которые хорошо знают их учения. И поэтому не ругаться, не надо ничего послушать, а потом спросить, а как же вот вы не верите в это? Библию отвергли полностью, написали свою книгу, новый перевод. Троицу не признаете, души у человека нет. Это же не... Христос так не учил. А где, скажи, тогда богач был, который мучается в огне, и лазарь на лоне Аврааму? Где это? То есть, такие вопросы... У меня сколько пришло? Один есть, там, мусульмане, начинала мусульманская семья. Мусульмане. Я нигде не бываю, я не ездил. Они зашли на наш ресурс и обратилась. Ее звали, там, Райхан. А сейчас полное погружение, она приняла, крестилась и приезжала. Боялась, что выговорит что-нибудь, или я умру, и я с вами не встречусь. И теперь она, Рахиль, ее покрестили. Дочку покрестили, Руфь, и два внука. Один Рафаил, а второй Марк. Ну, слава тебе, Господи! Милость будет велика. Она приехала, мы тут пошли к митрополиту местному там. Ну, тот всегда встречает, вот так, руки раскинет, обнимет. Он нам митрополита Бог дал удивительного человека. Митрополит. Патриарший. Очень хороший. Отец Сергий, владыка Сергий. Ну, помогай вам, Господь. Доброго дня, милости Божьей, много благая и лета. Вот. Если будут вопросы какие, вы сначала мне напишите вопросы. Так, минутку, подождите, сейчас я узнаю. Говори. Алло. Да. Добрый. Так, я сейчас расставлюсь, минутку, подожди, позвони, минут через пять. Так. Это отец Аким звонит. Что-то там было у них. Мне там всюду звонят. Отец Кирилл, он метров 250 от храма Христа Спасителя. У него там на Берсиневке. Егумен. Патриарший. И он один только храм, который Инойнен не принял. Ну, их там жрущат там насчет земли. И он звонит. Что делать? Я говорю, отец. Ну, если можешь, подержись. Инойнен это не пищать антихриста. Вреда для души нет. Почему? Священно начали. Все это высказало. Ну, покажи нам мужество. Мы не хотим принимать. Ну, если уже там что-то теряется, ну, тогда и пусть. Это на бумаге где-то. Это ни на лоб, ни на руку. Ну. И поэтому приходится отмечать какие-то немножко компромиссы, как бы делать. А он так понимает. Ну, и пускай так понимает. Вы сегодня что, вопросы задавали-то невыполнимого-то? Я вам ничего не говорил-то. Веди работу, не бросай. Ты активная такая женщина. Дома или где собираетесь? Сразу третий том скачайте, и по нему начинайте Евангелие от Марка. И у вас будет какая-то община, хоть небольшая, человека три. А потом шире будет разрастаться. И вы столько радости принесете окружающим. У вас настроение будет ликующее, все время благодарственное. Спасибо, Господь мой дорогой. Всего хорошего. Я жду реквизиты. А вы знаете, как Елена переводится? Не поняла. Слово Елена как переводится? С какого? С греческого? Имя Елена как по-русски перевести? Это греческое язык. Не знаю. Факел, факел, горящий факел. А, горящий? Вот ты гори, так и показываешь. За тобой, говорится, свет не дымный был, а чистый, светлый. Где ты прошла, там люди будут сеять. Все, очищено. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. С Рождеством Крестовым. Сейчас я вам скину, давайте, отпущайтесь. Так, все, отпущайтесь. Сейчас мне тут батюшка придет. Спасибо. 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 Спасибо.